МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любимец всех детей, взрослых, россиян и вообще всех людей, у которых есть уши и любят музыку, композитор Григорий Гладков. Доброе утро. Я тоже люблю Хармса. Он написал однажды. Лев Николаевич Толстой очень любил детей. Они его ненавидели. Да? Это чистая правда. Это целый цикл у Хармса. Что мы будем сегодня с вами? Готовиться с помощью на нашей... Смотрите, вот вы человек яркий. Это видно не только по рубашке, но и по творчеству. И по фартук. И по фартук. Фартук у нас менее яркий. Ну, по надпище. Да. Посмотрите, какая яркая у нас сегодня кухня. К вашему приказу. Хоровка с карандашами есть в такой мультфильме. Мы поговорим о всех ваших мультфильмах. Григорий, что готовим сегодня? Два блюда. Первое посвящено средней полосе нашей. Это то, что у нас растет. В средней полосе? Да. Кабачки по-древнерусски. А второе посвятим югу. Югу растет. Да что вы прямо так, вы географически угадали. Давайте начинать тогда с чего? С кабачков? Начинаем с муки. С муки. Вспомним цвета его, кроме Хармса. Перемелится мука. Вот, высыпаем сюда. И вот я сейчас вот таким вот образом. Да. С шутками с прибаутками. Да, вот именно. С шутками с прибаутками. Двинулись. Двинулись вперед. Так, значит, что? Сыпем. Сколько нужно? Немножко. Немножечко муки. Да, немножко. Так, еще чуть-чуть. Потому что будем обжаривать кабачки. А, мы в этом будем обваливать? По-древнерусски, да. Так, ну давайте вот мы немножечко здесь мучиться. Так, и соль. Где у вас соль, Иван? Да, соль абсолютно верно. Откуда рецепт вот этот вот, Григорий? Этот рецепт древнерусский. Его еще знала моя бабушка Марфа Дмитриевна. Ну, такого богатства не было. Марфа Дмитриевна жила в Древней Руси? Нет, она жила уже в новейшей истории. В новейшей истории. Но ты передавалась из поколения в поколение. Да, из поколения в поколение. Значит, мы соль смешиваем с мукой. Перемешиваем. Перемешиваем. Но это мы делаем для того, чтобы у нас был такой некий клярчик, да, вот такой, в котором мы будем обваливать. Обваливать эти. Так, давайте мы... Кабачки. Может быть, мы кабачочки эти каким-то образом уже будем нарезать. Да, давайте. А где у вас доска, Иван? Дорогой Григорий, доска у нас. Вот, а поэтому... Доска почёта есть? Доска почёта у нас есть. На ней... Макаревич. Абсолютно верно, да. Макаревич... И Тютчев. Что интересно. Макаревич, Тютчев, Чехов. А, я понял. Среда эти всё должно быть прекрасно. Да. Умом Россию не понять. Абсолютно верно. Ну всё. А вы уверены, что это Тютчев? Да, уверен. Да? Фёдор Иванович. Ну он... Родился в Брянской области, умер в Петербурге. Ничего себе. Всё знает. А мы на Резенфорда грешили. Резенфорда сказал другое. Бей током. Да. Вот. В полной традиции со старорусским рецептом мы с Григорием Гладковым приступаем к нарезке того самого... Кабачка. Средняя полоса России. Да. Кабачки. Вот я давно не был в средней полосе России. А где вы сейчас находитесь? А сейчас... Это средняя полоса? Конечно. Это средняя полоса? Да, средняя полоса. А, покажите тогда. Скажите, как нарезать, я не знаю. Средний нож. Так, резать примерно по полтора сантиметра. Так. Кабачка, скажите, а вы... Вот нам двух... Одного хватит или двух? Одного. Одного хватит. Одного. Скажите, а вы вообще часто готовите? Я готовлю не часто. Не часто? Не часто. Не успеваете? У вас же невероятно занятой человек. Нет. Вот давайте просто перечислим. Вы вошли в книгу рекордов Гидаса России, как человек и автор наибольшего количества дисков... Дисков. Дисков. Да. Дисков. Ну, давайте на дисках остановим. Давайте. Дисков записанных для детей. Правильно? Да, да. Я объясню причину. Объясните, пожалуйста. А, сейчас, сейчас... Поставим на огонь. Да, да, да. Сковородочку. Зажигаем сковородочку. А где масло у нас? Знаете, мы используем оливковое масло. Вот самое то. Маэстро де олива, это качественное испанское масло. Потрясающе. Чтобы сразу... Масло... Чтобы сразу масло нагревается, и мы сразу опускаем туда вот эти самые кабачки. Что-то еще, кроме этих... Как-то мы еще будем их после термальной обработки что-то с ними делать? После термальной обработки мы будем на них пасту класть. Пасту? Такую своеобразную, да. Да что? Самими приготовленную. Так давайте, может быть, эту пасту начнем... А сейчас мы положим, оно будет обжариваться и все. Ну вот вернемся к дискам. Так. Значит, когда я был маленький и пытался обмануть бабушку Марфу Дмитриевну... Так. У меня была одна бабушка, дедушек не было, время послевоенное, война отобрала. И она мне говорила, внучек, ты мне лазера не пой. Я не знал, что это такое. Лазеры уже появились. Я стал... Я стал взрослым, у меня выходят лазерные диски, я попал в книгу рекордов, в народе их лазеры называют. Я пою на них и думаю, какая она была мудрая. И я все посвечу ей, поэтому... Я могу сказать только одно, эта фраза, все циклично в мире, все вернулось. Если бы мы знали, как наше слово отзовется. Ну что, кладем. Ну-ка. Очень художественно. Ну-ка. Ой. Ой, как и хватит, наверное. Да давайте все. Вот, смотри, как зашипели. Да. О, прямо такой немножечко притер такой был. А с другой стороны? Сейчас, сейчас, все будет. Так, а теперь мы готовим вот эту самую пасту. Так. Это слово новое, даже не знаю, как по-старо-русски, Иван, пасту назвать. Паста по-старо-русски? Да. Шлепки. Шлепки? А, паста, вы имеете в виду... Вот, которая сверху будет. А, которая вот сверху. Скажите, да какой нам нужно обжаривать? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да? То есть можно, в принципе, уже переворачивать? Да, да, да. Ну, можно уже... А вы начинаете? И на мясорубке. А вы начинаете? Начинаю. Раз, для мясорубки пойдет. То есть мы будем в мясорубке перемалывать овощи? Вот, друзья, что происходит? Будем перемалывать. Обратите внимание. Сейчас. Григорий, скажите, а вы, вы когда, правильно, да, вот до такого состояния, и после этого мы их, наверное, выкладываем на какую-нибудь бумажку, чтобы лишнее ушло масло? Да, да, да. Я тогда все подготовлю. Скажите, Григорий, а вы сначала пишете музыку, а потом выбираете стихи на нее? Или вы берете стихи какого-нибудь поэта, или сами пишете, и после этого появляется... Только на стихи в основном. На уже готовые стихи. Да, на готовые стихи. Потому что, когда к мелодии потом пишешь текст, получается подтекстовка слово такое. И, как правило, это лажа полная. Слово лажа прозвучало? Лажа. У музыкантов это святое слово лажа. Да? Да, музыкальный термин очень важный. Так, чувствуете, я пока выложил это сюда, это мы соберем. Так, и мы приближаемся к мясорубке. Так, скоро выкладываем. 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 Смотрите, все. Ненужное масло ушло. Да. Так. И знаете, вот есть такой образ, как бы, замечательный. Если стихи сами по себе великолепны, то музыка, как, не знаю, как ветер, вот, взять тополиный пух. Он сам по себе прекрасен, когда опускается. Да, ну вот смотри, даже слово. Подул, и он полетел, да. Посмотрите, тополиный пух, подул, и сразу. Жара, Юль, ночи такие. Не знаете вы такую песню? Или очень любили с ребятами. Так, и что мы с этим делаем? Я рос на песнях Булата Куджава. Вот. И Высоцкого. И Высоцкого. Да, Высоцкого. А скажите, и романсы. А что сейчас происходит с детскими песнями? Они существуют? Да, очень много. Вы позволите, я чуть-чуть. Жанр не умер. Да, я правильно понимаю, что нам нужно вот это все? Это все мясорубки. Казалось бы, беспорядочный набор. И чеснок. Скажите, вот такое количество, да, нужно? Пол помидорки. Да. Болгарского перца немножечко. Да, 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 да. Пойдет все туда. Так. Полуковицы. Половина луковицы, да? Секундочку. Ну, вот такое, например, да? Да, да, да. Так, хорошо. Все пробировано, все очень вкусно, очень. Так, половина луковицы. И только чеснока. Да. Так. У этого соуса будет, у этой пасты будет сок, который должен стечь. Сок нам не нужен. Сок не нужен. Все, что нам нужно, будет находиться вот в сисечке, да? Да. Ну, начнем, Григорий? Давайте. При помощи ножа я предлагаю вам измельчить вот эти продукты для того, чтобы не поместились в это отверстие в мясорубке и начать это перемалывать. А вы куда? А я, есть у меня одно дело. Какое? Пойду мультфильм посмотрю. Вот, поэтому давайте. Хорошо. Начинайте, да? Да. Все. И можно вот, включать, да? Все, я включаю. Григорий, прошу вас, друзья, у вас короткая пауза для рекламы на первом канале, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что «рукола» в переводе с итальянского означает «свой человек в префектуре». Аквафор. Фильтры для воды. Аквафор. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку Чачу. Тише, Танечка, не плачь. В Кутаисии много Чач. Агния Барто – грузинский цикл. Дорогие друзья, с вас на первом канале. У нас в гостях сегодня композитор, любимый всех детей и взрослых, Григорий Гладков. Григорий, хочется начать, хочется с вами вашей песней, как-то говорить. А может быть, вы сыр, а? Та-ра-та-та-та-та-та. А может быть, потрете. Да? Да. Прошу вас, натирайте сыр. Нам нужен какой-то мягкий сыр. Я так понимаю, давайте, ну, да? Вот смотри, друзья, что у нас получилось, пока меня не было. Григорий провернул в мясорубке все эти овощи, которые лежали на столе, а именно баклажан, а именно немножко цуки. Половинка луковички, дольку чеснока, морковка, болгарский перец, половинка помидора и все вот это. Укроп, чеснок, укроп. Да, и все. Получилась такая вот, стек вот этот сок. И у нас получилась вот такая вот совершенно замечательная, совершенно замечательная получилась штучка. Вот у нас такая получилась. У нас гораздо больше, чем... Как же по-древнерусски называлось-то вот это вот? Я думаю, что это называлось по-древнерусски... Каша, что из овощей передавленных получается. Наверное. Так, натирайте вы. Что нам еще нужно сюда? Майонез? Да, майонез. Как спрятался. Так, сколько майонеза, говорите, Григорий? Для такой пастообразной такой вот... Сколько, говорите? Ну, давайте пара ложек для начала. Давайте ложку попробуем сначала. Давайте ложку, да. Немножко сыра. Сыр нам пойдет на второе блюдо. Я специально много сделал. Вы... Вот сыр, я думаю, что мы... Все, давай. Да? И вот это все мы должны перемешать. Давайте перемешиваем. Все перемешиваем. Сыр, майонез. Оставшийся сыр я переложу в другую тарелочку. Так. Так, так. Иван, а вы ведь тоже музыку любите? Я очень люблю музыку. Более того, я вы... Я, знаете, я могу сказать честно, я вырос на ваших песнях. И посмотрите, как я вырос. Потрясающе. А группу «Кукуруза» как я слушаю? Вы это знаете. А как же «Пой, Вася»? А как же я впервые учился играть на расческе? А что голос у Васьки скрипучий, так на то мы и сгрудились кучи. Да. Кто свистел, кто звенел, кто хрипел, чтобы он не стеснялся и пел. «Пой, Вася». Да, точно. Это же... Кантри-группа из Советского Союза. Кантри-группа из Советского Союза. Такое разве могло быть возможно? Вы же первый раз поехали, я знаю, на гастроли в Америку поехали к изобретателям стиля кантри. Да. Это в каком году было? Мы, кстати, номинировались на Грэмми с кукурузой. Мало того, товарищи, поаплодируйте потом. АПЛОДИСМЕНТЫ И в последний момент Джонни Кэш обошел, наверное. Дело в том, что... Карл Брукс какой-нибудь поганый. Дело в том, что основной смысл кукурузы в том, что мы ее вернули американцам. Потому что Никита Сергеевич Хрущев, в честь которого мы ансамбль-то назвали, привез кукурузу из Америки. И ею засеяли все поля, даже за полярным кругом. Но мы, как нация более культурной, вернули американцам в виде культурного продукта, кантри-группы, не самые плохие. За что вам, дорогой Григорий? Огромное спасибо. Значит, Григорий, помогайте. Теперь красиво накладываю. Очень ответственно. С горочкой? Очень. С горочкой можно вилку применять. С горочкой. И вилкой потом... Ну, это у вас здорово получается. Вот так, да? Я правильно? Да, да, да. Да. По-древнерусски с горочкой. Там не жалели. Я прям тут вообще не жалею. Смотрите. Ну. Хотите, по-моему, Григорий? Давайте, давайте, давайте. Вилочки, ложечки, давайте я тоже возьму. Вот я в этом мастер такой. Знаете, раз и вилочки. Потом равняешь. Я, если честно, вот мне кажется, уже можно это есть. Нет. Не, нельзя еще. Не спешите. Это как песня без аранжировки. Вот. Да. Прозвучало магическое слово. Сейчас только мы вот приближаемся к звукозаписи. Сейчас она пойдет в студию нашей песни. Сколько, так сказать. Под названием «Духовка». Да. У нас, благодаря композитору Григорию Гладкову, появилось не только много хороших песен, замечательного настроения, счастливых детей, но и вот эти старорусские кабачки. Да. Давайте я расскажу, как мы их делали. Давай. Прежде чем их отправим в духовку. Мы обжарили полутора сантиметровые дольки кабачка, обваляли в муке и соли и обжарили совсем немножко, чтобы просто корочка сверху появилась, снизу, правильно? Да. Обжарили в оливковом масле. После чего мы добавили сверху, я бы назвал это все-таки пасту, да, или фарш овощной. Овощной фарш, который состоит из морковки, лука, кабачка, баклажана, укропа, помидора, болгарского перца и дольки чеснока. Также мы добавили эту пасту в майонезе, тертого сыра и в разогретую духовку до 180 градусов. Правильно я посчитал? Мы отправляем вот это на сколько, Григорий? На 10 минут. На 10 минут. Вперед. И приступаем сразу ко второму блюду. Что будет на второе у нас? На второе будет Судак. Судак. Я хочу посвятить это прекрасному городу, с которым меня судьба связала, Анапа. Да что? Да, потому что... Анапик посвятит Судака. Чаще всего Судака посвящают Судаку. Есть же и такой город. Есть такой город. Но нет такой рыбы, Анапа. Да. Поэтому давайте перейдем к Судаку. Так. Дело в том, что в советское время было два места выбрано для детей. Это Артек и Анапа. А потом возник Орленок. И в Анапе есть такой пионерский проспект, где у меня жилье небольшое, скромное я приобрел. Даже стал советником мэра по культуре. Советник по культуре мэра города Анапы? Да. И вот поэтому рыба, Анапа, Судак. Что мы делаем с Судаком, Гуль? С Судаком мы его сначала промакиваем салфеткой. Салфеткой промакиваем с Судаком. Нам нужно, нужен здесь... Снова нужны доски. Сдавайте доску. Вот смотрите. И что, что я хозяйничаю? Я наоборот, я настаиваю, чтобы вы хозяйничали. Смотрите, берем Судачка. Давайте. Раз. Поводенечко. Раз. Раз и все. Так, режем вот на такие части. На вот так? Да. Ну вот так. Вот так примерно. Вот так. Да-да-да. Вот так? Так. Так, четыре части. Теперь обваливаем опять. А можно прямо выдохнуть? Да-да-да. Отлично. Чем хорошей? И что, опять будем обжаривать? Будем обжаривать. Тогда я зажгу сразу. Будем обжаривать, давайте. А после того, как будем обжаривать, это важно. После того, как будем обжаривать, мы их переложим... Тоже, да? Тоже вот там вот мисочка уже есть. Соответственно, мы обжариваем тоже в небольшом количестве масла. А что будем мы делать потом с судаком? Потом мы делаем соус. А, соус в тот момент, когда он уже будет в духовке. Соус, да. Или соус для духовки, или соус для того уже готового судака. Нет-нет-нет-нет. Мы в духовку кладем в соусе, но... Давайте сейчас начнем делать соус, потому что выжарится быстро. Давайте. И очень важная, очень важная процедура. Нам нужны помидоры с залитой кипятком. Сейчас очень-очень интересное приготовление помидоров. Григорь, секунду. Пока вы говорите приготовление, смотри, что я делаю. Да. Просто вот так, да? Все, не нужно нам ни яйца, ничего. Просто раз. Но, но не ж куда-то правильно, Иван, все правильно положили. Все правильно. А мне нужен маленький нож. Видите, вы же знаете, где я, Григорий. Да, вот он. Будьте кахманами здесь. То есть, как у себя дома. Меня научили этому кубанцы. Правда, такие, как вы называют, кубанцы их. Так. Вот. У них же все в помидорах. У кубанцев, да. Да, да. Вот смотрите, вырезается вот это место. Так. И надрезается. Правильно. Тонко-тонко. Правильно. Чтобы потом легче было... Да, чтобы кипятком... Да, это филигранная работа. У меня не получается. Привори, я вам сейчас могу посоветовать способ, которым меня научила жизнь. Жизнь. Просто берем. Так. Вот так вот. Остом ножом. Вот так вот прям берем. Да. Раз. У вас лучше получается. И два. Ой. Вот такие кресты. И потом бам-бам-да-бам. Да, да. А это можно уже потом, в принципе. Слушайте, у вас лучше. Ну, если вы хотите, в принципе, конечно, вот это вот все вырезать, то... Лучше вырезать. Сразу вырезать? Ну, можно. Все равно потом вынимать. Вот. Ну, вы это блестяще. Давайте, сколько нам нужно помидоров? Два. Два. Немного, да? Да. А что нам нужно еще для соуса, Грибок? А для соуса нам нужно полпачки масла. Вот. Так доставайте. Сливки доставайте. Сливки доставайте, да. Так. Есть масло. Сливки есть. На самом деле судак и вообще рыба, если она свежая, она вот уже практически готова. Через секунду будет. Да, через секунду. Но мы ее все равно в духовочку, да, потом поставим? Да, потом, да. Потом в духовку. Мы ее чуть-чуть обжарили. Слегка. Так. И куда мы ее перекладываем? И перекладываем ее... Вот сюда, точно, точно. Вот сюда прямо? Да, прямо сюда. Ну давайте, прямо сейчас. Нам нужно только, наверное, промокнуть или не нужно? Нет, нет, не нужно. А ну да, там будет соус все равно. Ну и смотрите. Так. Так. И выкладываем прямо, вот, наверное, даже здесь стекать будет масло. Да, да. Ну у вас красиво получается. Здесь вещи, которые вы блестяще делаете. Обжарились. Вот до какой степени обжарились. Рыбка обжаривается. Во. Видите? Во! Вот она, корочка-то где. Потрясающе. Да? Смотрите. В Анапе пять поставили. Так. И вот так. В Анапе, ладно, дорогой Григорий, но есть информация о том, что вы, маэстро, являетесь почетным жителем, гражданином двух американских городов. Да. Как в Чкалах. Расскажите тогда, пожалуйста, какие города? Это города, во-первых, это было после тура с Джоном Маккачином, такой человек в Америке. Джон Маккачин, два Грэмми. Джон мультиинструменталист, играет на куче инструментов, на гитаре, конечно, на банджи. И вы с Джоном объездили всю Америку. Да. В каких же городах вам дали звание почетным жителем? Это был первый город-турой финальный. Так. Первый это был Дефайн, штат Огайо, университетский город. А финальный Шарлоттсвилл, где Джон живет. Но что интересно, в составе советской молодежи... А это был год такой, 91-й? Да, 91-й. А в 89-м я в составе группы советской молодежи попал в Америку. И мы жили в городе Шарлоттсвилл, в университете Вирджинии. И я не знал, что снова вернусь туда. И станете почетным. И станете почетным жителем. Вам дают-то какое-то преимущество при парковке? Но мне кажется, ничего не дают. Ничего не дают. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, почетному жителю двух американских городов. Так, давайте, смотрите, рыбка у нас, рыбка у нас вот лежит. Мы должны приготовить соус, которым мы эту рыбку зальем и поставим в духовку. Давайте, дорогой Григорий, прошу вас. Значит, закипел, смотрите, как красиво идет дым от чайника. Потрясающе. Слушай, потрясающе. Вот смотрите, что у нас происходит. Супер. Мы заливаем помидоры, как вы сообщили, жестким кепятао. Да, друзья, оставляю следить за нашими помидорами Григория Гладкова. Григорий, спасибо вам огромное. Сейчас к вам вернусь. У нас короткая пауза на рекламу, друзья, после которой мы вернемся. Вы знаете, почему после знаменитого выступления Никиты Хрущева на заседании ООН некоторые страны стали называть его Бешамель. А может быть, ворона, а может быть, собака, а может быть, корова. Из брошюры «Готовим блюдо вьетнамской кухни». Дорогие друзья, с «Мак» на первом канале у нас в гостях сегодня автор, автор песни, которая стала синонимом детства в нашей стране. Григорий Гладков. Григорий, мы обжарили суда. Мы, вы уже практически дочистили помидоры. Дочищайте, я, с вашего позволения, делаю соус. Григорий, с вашего позволения, я сделаю то, что сделать нам пора. Десять минут прошли. Дорогие друзья, те самые запеченные. Вот. А почему никто не хлопает? Потрясающе. Почему никто не хлопает? Сейчас мы это накроем, для того, чтобы это не остыло. Да, чудесно. Это мы потом, сейчас выложим через две секунды, выложим на тарелочку. Так. Вот так. Очень красиво. Так, что нам надо делать дальше? Теперь дальше соус. Соус. Про соус. Зажигаем огонь. Зажигаем огонь. Зажигаем огонь. Что нам нужно? Топим масло. Топим масло. Сколько? Треть. Треть масло. Треть масло. Прекрасно. Ну, можете прямо сюда выкладывать его. Все, масла нам уже не понадобится. Даже многовато, может быть. Ну ладно. Я его дальше уберу. И растапливается масло. Масло. Нашего судака. Да. Насколько я понимаю, поскольку это блюдо пуляционное, горочки, друзья, кожей вниз, это очень важно. Кожицей обжаренной вниз мы выкладываем вот такой вот горочкой. Вот так, чудесно. Это пляж Анапский, а это... Обгоревшие люди, я думаю, да? Артисты, которые уснули на горящем солнце, покраснели, кожа с них слезла, и вот... Это... Нет, нет, нет. Вот так, извините. Вот так, да? Да, да, да. Именно так. А сколько широкими? Ну, не очень. Не очень. Нарезаем ломтиками. Нарезаем. Вот так. И обкладываем... Обкладываем. Обкладываем вот этого судачка. Но лучше, как учат анапчане, круглыми. Смотрите, это я поторопился. Но так тоже можно. Вот, смотри, вот так, я правильно понимаю, да? Да. Вот, друзья, как это должно быть на самом деле. Вы сразу весь обложите. Весь прямо должен быть. Чтобы не было видно, пляжа не было видно. Как летом из обгоревших тел, пляжа не видно, песка. Вот. Теперь смотрите, масло у нас уже начинает подтаивать. Да. Подтаивать. Да? И муку. Муку туда. Мука. Мука у нас вот здесь. Как много нужно нам муки? Для состояния турбулентной толерантности. Две ложки, все. Главное, все время мешать. Берем венчик и вот так вот прямо все эти венчики. Да, по-своему русски мешал. Вот так вот мы. Так. Добавили муки. И вот сейчас при помощи, Григорий, сколько льем? До состояния вязкого, густообразного, пастообразного продукта. Давайте, пока хватит. Сейчас мы посмотрим. Слушайте, я вот не знаю, какая консистенция должна быть. Вот самое то. Но это, я бы сказал, не киселеобразное, а все-таки кисель пожиже. Нормальное. Добавим еще молочка. Конечно. Милый Григорий. Что нового? Сейчас в мультипликации. К вам не обращаются, выходит огромное количество мультфильмов, уже таких снятых в технологии компьютерной графики. К вам не обращаются создатели их для написания песен? Обращаются. А вы? Что говорите им? Я говорю да, если интересно. Потому что музыка, она все равно осталась немножко в традиционном, как бы, варианте. Развивается видео, 3D и прочее. А музыка, стерео, оно и цифра. Оно и в Африке стерео, и цифра. Стерео, и цифра. Григорий, я прошу вас посолить то, что мы с вами сделали. Конечно, конечно. Кстати, посолить и поперчить. Это... Забыли совершенно, совершенно. Во. Так. Так. Вот так. Прекрасно, прекрасно. Так, и перец туда же? Нет, перец, наверное, не будет. Перец, не надо, как бы. Скажите, пожалуйста, Григорий. Да. И что же мы этим все заливаем? Заливаем все полностью. Будет очень красиво, вкусно. И еще укропчиком посыпем. А сыром еще сыром посыпать. Да, Григорий, смотрите, сыр. Да. А укроп мы потом свежим. Хорошо, свежим. Да, да, давай. Чего нам? Так. Вот так, да? Друзья, посмотрите, что получилось. Судачок обжаренный. Сверху помидоры оббанчированные. Сверху соус. И сверху тертый сыр. И на сколько? 10 минут, 15. Хлопаем, ребята. Хлопаем, ребята. Григорий. Да. Ну, посмотрите, что у нас получилось. Рыбка еще запекается. Хотите попробовать? Что это я приглашаю? Пригласите меня. Иван, хотите попробовать? Ой, вы знаете, да. Кабачки по-старорусски. А вы не хотите отведать? Ну, давайте. Как? Как будто вот слово о полку Игорь бы прочитал только что. Это любые ощущения. Потрясающе. Григорий. У меня была мечта. Вот спеть однажды песню «Пой, Вася» с автором. Давай. Не автору, а с автором вместе. Ну, давайте. Григорий, а что это у вас шляпа в руках? Это две шляпы. А, ну, смотрите. Я хочу сказать честно, что шляпы взял не специально, они у меня просто с концертов лежат. И то, что две оказались в машине, здесь совершенно случайно. Вот, вот, клянусь. Григорий, вы понимаете, что мы сейчас с вами похожи на Буча Кэссиди из Санденса Кида? Вы понимаете? Саймон и Гарфунг. Саймон и Гарфунг, и вот это ближе. Не шумите, разве мы жмели? Ну, Андрюша стучал еле-еле, Молотком по железной трубе, Я тихонько играл на губей, Восемь пятых размер соблюдая, Таня хлопала дверью в сарая. Саша камнем водил по стеклу. Коля бил по гастрюле в углу. Кир, кричем, но не громко и редко. Не шумите, сказала соседка. А никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь низ нельзя же не петь. Пой, Ваня! А что голос у Ваши, у Вани скрипучий, Так зато мы изгрудились кучей. Кто стучал, кто гремел, Кто гудел, кто сместил, Чтобы он не смущался и пел. Пой, Ваня! Судак, филе судака. Мы обсушили, обваляли в муте с солью И обжарили до корочки на оливковое масло. После чего мы положили кожи цельнистую форму для запекания. Сверху мы обложили это все Отбланшированными помидорами, порезанными кругами. Так. Посолили. Сверху залили соусом бешамель, Что есть сливочное масло, Мука и сливки. Да. Соус посолили. Залили соусом, Сверху тертым сыром И потом зеленью в конце. Давайте пробовать. Друзья, поаплодируйте. Григорий Васильевич. Блюдо прямиком из Анапы. Могу я так называть? Да, да, да. О! Тает во рту. Что скажет, Григорий? Беру билет, сегодня же в Анапу, и улетаю. А вы станете почетным жителем этого города, Иван. Да? Вы обещаете? Конечно. Григорий, я, бездовольствия, продолжил все это есть, Но у меня есть миссия. От нашего спонсора. Корзина душистого, ароматного, целомовского чая. Акбар. Чай Акбар. Неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это для вас. Аплодисмент. От нашего спонсора, всемирно известного производителя посуды, премиум класса компании Таповер, вам инновационные изделия. Сковорода ВОК и комбайн от шефа. Готовьте весело, увлекательно и в то же время вкусно с новой рецептурной книгой «Молочный микс» от Таповер. Вот так. Григорий, для вас спасибо огромное. Сижу в союзе композиторов. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях. Замечательный детский композитор. Человек, который подарил нам огромное количество песен. И замечательное блюдо сегодня на завтрак. Григорий Гладков. Спасибо огромное. Сейчас вернусь, что мы продолжим с вами завтракать. Друзья, пауза на одну неделю традиционная, после которой мы вернемся, вы узнаете, что «Роллы» в переводе с литовского означает «Кауновский фестиваль короткометражных фильмов».